Доброе утро, Дима. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Позвольте я вам, уважаемые коллеги, представить Дмитрия Дунаева. Это менеджер по продаже компании CPSG. Мы хотели бы поговорить с тобой, Дима, о таком довольно насущном вопросе. Как улучшить коммуникацию между тренинговой компанией и менеджерами по обучению и развитию? Представь себе ситуацию, менеджер звонит в тренинговую компанию и задает вопросы общего плана. Такие услуги ваша компания может предоставить? Как возникает эта коммуникация и как сделать ее лучше? Вот в целом наш вопрос. Прекрасно. Я постараюсь в силу своей кишки. Возможно, здесь пособство, наверное, немножко обеспечить ситуацию, которая получается в моей работе. И которая может быть проиллюстрирует взаимодействие, которое происходит с КОЗом. Но вот скажу об опасениях. Самый сложный запрос бывает от клиента, от заказчика, от вас, когда люди знают, чего хотят на 100%. Как ни странно. Почему? Потому что, когда человек звонит и говорит о том, что он хочет показать конкретный совершенно тренинг, не объясняет почему. То для меня в этом кроется последнее время такая большая опасность. Описания те, которые на сайтах, они не всегда совпадают с тем материалом, которых нужно дать людям. И особенно, наверное, не всегда решать ту задачу, которая ставится с внутренним заказчиком перед отделом обучения компании. И соответственно, внешнему проводить. А как быть в такой ситуации? Что лучше было бы? Ну, вот лучше было бы всегда, когда запрос звучит максимально широко и максимально от бизнеса. То есть мы всегда пытаемся с наших заказчиками всегда запросить такую информацию. То есть, первое, это почему возникла потребность обучения? Почему вообще именно сейчас нужно конкретных людей обучать каким-то навыкам новым? Второй вопрос. Там новая коммуникация, да? Почему именно это надо? Да, то есть нужно понять контекст, почему. Второй момент, который мы стараемся выяснить, это какую задачу, какой результат должен быть у тренинга. То есть у тренинга прошел успешно, если... Да, и опять же, мы очень, ну, просим, чтобы наши заказчики максимально широко рассказали, пытаясь, не пытаясь построиться с этой аналогией и так далее. Особенно, когда встречаешься с заказчиками из бизнеса, да? То есть у человека конкретно, у него просто он ставит конкретную задачу. Я хочу, чтобы мои сотрудники по окончании курса делали вот так. То есть что-то может измениться. Либо в поведении, либо в навыках и так далее. Понятно. Спасибо большое, что уделил нам время. Будем на связи. Если что, еще позвоним и спросим какие-то специальные вещи, ладно? Хорошо, спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.